Османские султаны были калифами исламского мира. Османская импера только одна династия правит, и сегодня есть семя. Есть семя османская. Значит, 36 султанов было, а девятый султан стал калифом. До этого были мемлюки, до этого абавсиды, а до этого в Мекке был центр, понятно. И вот Ахмед Первый после этого девятого султана, Селима Первого, шестой султан калиф. Вот это ответ, почему архитектор построил мечеть с шестью минаретами. Поняли, да? Вот шесть минарет, то, что он шестой султан калиф означает. Очень много мрамора везде увидите. Больше 60% мрамора, белый мрамор специально имею в виду, в Турции находится. Поэтому, что под руке, что и будешь пользоваться. Известно. Мозаики нет по стенам. Это не путайте. Мозаик мы как-то, не знаю, никогда не практиковали. Не в нашем стиле было. Всегда керамику это читали больше, кстати. Поэтому там большая расписка внизу керамика. Но витражи всегда присутствовали в Москве. Это всегда вот было. В Европе, например, если обойти здание, в последние годы, там в Барселоне, обойти здание там, увидишь и снаружи витражи. Нормально, красиво смотрится. Но зато часто в Европе их меняют. Потому что тут ветер, тут не знаю, что могут менять. Но не все, правда, но часто меняют там многих. Здесь османы, молодцы, более практичные были. Сейчас нам если обойти снаружи, там мы ничего не увидим. Почему встали окна в Европе? Поняли вас? Двойные окна, получается, защищают отражей. Этим образом, то, что там видим, это то, что вот в 17 веке сделано. Так оно и есть, прошло до наших дней. Правда, этот самый мастер, самый большой премьер Саркош, алкаш Назачае. Ну, любил сурцы. Любил, но зато хороший мастер был. Еще раз на арабском языке. Значит, купол между окнами, там есть то, что не видим, горшки. Эти горшки для чего? Пустые они внутри. Знаете ли чего? Для нам со звука. Абсолютно. Это для акустики, кстати. Это для акустики. 50 горшков, получается. Седевкер Мехмед сделал то, что, архитектора так зовут Седевкер Мехмед, то, что сделал его мастер, его учитель Синан. Синан строит Сулеймани, например, в этом городе. В честь султана Сулеймана этого. Сулеймани тоже самое есть. Сулеймани самая большая, а это вторая в Стамбуле. Получается, там учитель, а здесь ученик работал, но неплохо работал, конечно. На Кабу. Здесь это на юго-восток. И вот всегда Кабу показывают в одной лечебник. Мехраб называется само место. Центральное место, где-то мужик там убирает, это место Мехраб. Но нельзя переводить как алтар. Сейчас так переводят, я вижу, по книгам, это неправильно. Алтар совсем другое значение имеет. Мехраб – это символичная Каба. Все. Больше ничего не означает алтар, там другой совсем. Куда повернуться Меселману? В какую сторону молиться? Это означает. Значит, по праздникам, например, даже не там он сидит, читает молитв, и вот на эту миноретку поднимается. Это Мимбер. Называется место для пятничных и праздничных молитв. Всегда у вас тоже заходите в мечеть над Мехрабами. Обязательно увидите имя Аллах. Аллах на арабском, знаете, Господь Бог его, кстати. И имя Мухаммеда. Здесь это в черных кругах сделано. Вот там наверху черный круг от Кати. Сбоку тоже есть сказки. Сбоку это имена первые Калифа кушать. Идут первые Калифы. Основные первые четыре Калифа. Время четвертого Калифа там война начинает. Но звук еще, знаете, очень зависит от архитектуры. А здесь эта симметрия, которая чувствуется в центральный купол, в полу купола, поверьте мне, в два раза больше увеличивает акустику. Чувствуйте, да, вот так наверху тоже. Это именно вот прекрасная акустика, да, внутри. Одну интересную вещь хочу вам показать. Вот сразу из центра купола, что спускается? Толстая цепь, основная цепь люстра. И на этой цепи там треугольник, увидите. Четыре-пять метра спускаемся по цепи треугольник. Сидя в Киар Мехмед, об этом треугольнике удивитель. Знаете ли, что говорят? Центр энергии, говорится в зале. Центр энергии. И что там есть особо интересная вещь? Там страусиновые яйца есть. Три яйца, гляньте, серые. Вот эти шарики обрабатываются, внутри убираются и потом ставят яйца. Специфичный запах имеется. Этот запах мы не чувствуем. Но этот запах не пускает в зал. Кого знаете ли? Комары и насекомые. Народная вера такая. Народная вера. Сколько, правда, один бог знает. Но ставили всегда. Ставили в мечети. Всегда есть эти самые. И в селе Има, например. И с детства уже оно вот то и есть. А люстра специально не спускают, потому что на коленах молятся. Что хочу сказать. Вот тоже часто туристы спрашивают это просто. Насчет одежды и прочее. Это и в церквях есть. Это надо, во-первых, уточнить. Но ни Библия, ни Коран, ни Тора не говорит вам дамы или мужчины, одевайтесь так или так. Нет такого. И ни в одной книге нет этого. Пример особенно в исламском мире сегодня. Некоторые страны все черно одевают. Там знаете. Откуда это взялось? Бентуинская одежда. Там не появился ислам. Попробуй ходить без открытым носом в пустыне. При веке, вы знаете, что получается там. Поняли, да? Это бентуинская одежда. Это не одежда исламская. Никто пусть не путает это с исламом. Ислам это совсем другое. Значит, не нет такого. Закрывай волосы и прочее. Там просто написано. Неприличные свои места закрыв. Разврат был. Поэтому. Понятное дело. Разврат был большой там. Когда появляется ислам. Поэтому закрой свои неприличные места. Но почему люди это придумали? Сегодня мы в 21 веке живем. Сегодня у нас другой менталитет. Пляжи есть. Интернет есть. Другая эпоха. Значит, все эпохи имеют свои особенности, так скажем. Но раньше по-другому смотрели на мир. Подумайте, давайте уберем эту всю одежду. И давайте будем в мечети, например, вместе молиться. Передо мной девушка. Начинается намаз. Так наклоняемся, встаем. Представляете, передо мной девушка. Вот намаз начинает делать. Вот. Мужики, представьте себе. Вот девушка стоит там. Я буду там. Да я спутаю всякие молитвы. Я лично спутаю. Вот. Значит, всякие молитвы. Она будет отвлекать мою внимание точно. Ну, поняли. Все мы грешны, в конце концов. Ну, мечеть был. Грех был. А чего грех не грех? Я человек, в конце концов. Живой человек. Поняли, да? Да вот. Так же и в церквях сделали. В третьем веке принимаются церкви, кстати. Первоначально в атриуме были женщины. Атриум, внутренний двор. А потом слева женщина, справа мужчина. Уже. И веками. Так и было, знаете, тоже. Вот в церквях. Причины эти. То, что вот закрывает полосы, это тоже, кстати, позже уже вот сделаются. Вопросы есть? Да нет. Давай тогда. Первая, которая была построена шестью минаретами. А это вторая, получается. Но там, увидите, десять минаретов. Потом достраивается уже. Медина, да? Тоже такое, поэтому, важное место. Перед тем, как выйти-то будет, выходя, то, что за столом там человек сидит, иногда, можно заметить, какие-то там деньги дают. Это место пожертвования. Никто не обязан. Ради Бога. Никто не обязан. Но всегда наши туристы, кто-то оставляет там девушку. И вот, кто-то из вас, если оставит, допустим, не удивляйтесь, он вам дает чек. Это у нас такая стихия. У нас такая. Ну, человек тоже знает, что его деньги идут в кассу, а не кому-то в карман просто. Поэтому.